здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сделано в казахстане а к 79 сегодня я представляю вашему вниманию второй видеоролик из серии казахские тарханы вторым тарханом в истории казахов был представитель племени арган среднего жуза жанвек батыр хошкарула прозванный в казахском народе шах-шах жанвек жанвек батыр родился в 1693 году в тургайской степи семье потомственных батыров которые всегда пользовались большим уважением среди аргенов прадед жанвека шах-шах аманжолула слыл человеком незаурядным он был отважным батыром его почитали как одного из видных биев рода арган уже с пяти лет шах-шах научился пользоваться луком и копьем чем и вызывал одобрение взрослых 17 летнем возрасте шах-шах примкнул к есымхану вместе с которым участвовал во всех его битвах и походах против джунгар бухарского хана ташкентского эмира внук шах-шах батыра и отец жанвека хошкар куши юла также был известен среди аргенов как непобедимый палуан и известный батыр само рождение жанвек батыра носит мифическую окраску по легенде мать жанвека якобы перед рождением сына видит во сне сартана то есть огромного матерого волка и потому якобы жанвек унаследовал гордый характер и несгибаемую волю по наказу своего прадеда шах-шах батыра жанвек с ранних лет воспитывался в лучших традициях батырской династии укращал строптивых коней умело подковывал их не было равных ему и в борьбе никто из сверстников не мог устоять перед ним кроме того жанвек с детства интересовался народными преданиями легендами мифами сочинял стихи уже в 14 летнем возрасте жанвек становится известен своей отвагой и храбростью во всех трех жузах и получает от мудрого абз ахсакала из рода карагирей прозвище шах шах-шах жанвек к своему совершеннолетию жанвек получит благословение еще у троих самых прославленных в народе казахских мудрецов это его дед по матери вали караби из старшего жуза ахсакал а был из племени найман среднего жуза и представитель младшего жуза тайган би из алшинов вскоре после получения благословения от самых известных ахсакалов юный жанвек направляется в карахун чтобы принять участие в большом казахском куралтае от имени арганов уже сам тот факт что в числе делегатов от многочисленных арганов на куралтай едет и 15-летний жанвек говорит о том что он уже тогда пользовался немалым уважением среди своего рода по возвращении с казахского куралтая жанвек стал усиленно готовиться к будущим сражениям с жунгарами оттачивая и совершенствуя свое боевое искусство в 1710 году 17-летний жанвек добровольно присоединяется к войску прославленного хабамбая здесь он проходит свое первое испытание проводит несколько поединков и к 1712 году заслуживает звание батыра получив звание батыра и приобретя необходимый жизненный опыт окрепший возмужавший жанвек решает создать собственный отряд жанвек батыр прекрасно понимает что против тяжело вооруженной джунгарской кавалерии нужно сражаться небольшими отрядами которые бы проникали в тыл противника и устраивали там засады вскоре небольшой но отважный отряд жанвек батыра становится грозой джунгар появляясь в самых неожиданных местах и молниеносно исчезая захватывая пленников и нанося большой урон живой силе джунгар вскоре эти отряды жанвека становятся своеобразной разведкой казахского ополчения и теперь появляется традиция только после получения сведений от джанвека казахские полководцы карагири хабамбай и ханжигалы бугенбай направляли свои отряды в бой в 1727 году отряд шахшах жанвека показывает беспримерный героизм сражений прибуланты и удостаивается высоких похвал от хана абу хаира хабамбай батыра и бугенбай батыра которые осуществляли главное командование над казахскими войсками характерно что отряд жанвек батыра с момента создания в 1712 году на протяжении почти 30 лет ни разу не потерпела поражение поскольку жанвек никогда не ввязывался в бой не взвесив предварительно все за и против после битвы прибуланты отряды жанвека почти что полностью освобождают от джунгар северные территории казахстана в 1729 году знаменитом анракайском сражении жанвек батыр командует левым флангом казахского ополчения именно в ходе этого сражения происходит сближение жанвека и хана младшего жуза абу хаира в котором батыр увидел выдающиеся способности и безмерную любовь к своему народу впоследствии шахшак жанвек сразу же поддержал инициативу хана абу хаира по заключению союза с российской империи нет отважный жанвек батыр не хотел присоединения к российской империи но он понимал что казахский народ устал от войны и междоусобиц которые если их не остановить могут привести к исчезновению самого казахского народа с первых дней российская царская администрация оценила все огромное влияние шахшак жанвек батыра среди казахского народа и старалась именно с ним они с ханами и султанами вести переговоры именно жанвек батыр смог добиться разрешения для казахов кочевать на берега жаика в 1739 году именно с жанвек батыром вел переговоры начальник оренбургской комиссии генерал-лейтенант князь урусов в 1740 году о налаживании торговли с казахской степью и развитии караванных путей стремлясь приблизить к себе влиятельного батыра к мнению которого прислушивались все три казахских жуза российская императрица елизавета петровна 11 июля 1743 года удостаивать жанвек батыра звание тархан таким образом шахшак жанвек батыр становится вторым казахом ставшим тархан однако во всех российских официальных документах жанвека батыра называют первым тарханом так как у него были вполне нормальные отношения с российской администрации малай сары же батыр который первым из казахов получил звание тархана открыто выступал против любых отношений с российской империи и поэтому был в оппозиции огромной славой пользовался жанвек батыр и у джунгар не зря в 1743 году в числе аманатов заложников от казахского народа джунгарский военачальник септен найон обязательно требовал присутствие сына жанвека батыра однако когда к батыру появились казахские посланцы чтобы попросить его отдать сына в аманаты джунгаром жанвек батыр со словами калмак каменның олым жеткенче садағымның жевесе брун жетер отказался выдать сына после гибели хана абулхаира в 1748 году жанвек батыр сближается с султаном аблаям которого также знал и уважал очень давно если верить народным преданиям первым кто узнал в сабалаке который пас верблюды тулебия султана аблая был именно жанвек батыр последние годы своей жизни жанвек батыр полностью посвятил обустройству своего улуса который включал всю современную хостанайскую часть актюбинской и козлардинской области шахшак жанвек вобравший в себя все положительные качества своего народа умер весной 1752 года в тургае и был похоронен в священном мавзолее ходжа ахмеда ясаи даже последние годы жизни батыра были наполнены стремлением сохранить единство казахского народа когда в 1748 году султан барак убил хана абулхаира жанвек батыр оказал содействие избранию следующим хана младшего жуза сына абулхаира нурала но одновременно жанвек батыр не позволил сыновьям абулхаира развернуть в степи кровавую месть султану бараку именно жанвек батыр лично поехал в туркистан и привез к себе в аул маленьких сыновей султана барака и никому не позволил их обижать однако многодетная утомительная поездка в туркистан верхом на коне не прошла бесследно приехав домой жанвек батыр почувствовал резкое ухудшение здоровья и вскоре скончался после батыра осталось многочисленное потомство старшая его жена была дочерью знаменитого турсунбая из шаншхлы от нее батыр имел двух сыновей даютбая и жауашара вторая жена алшин приходилось дочерью мудрому айтекеби детей от нее батыр к сожалению не имел третья жена калмычка досталась ему в качестве добычи после анракайской битвы она родила ему сына которого батыр назвал именем ахмухамед или же по казахскому ахпамбет когда жанвек достиг средних лет следуя законам шариата он взял четвертую жену это была дочь батыра хосома из рода кирей которая родила ему сына тохтамаса единственная дочь жанвека дельда вышла замуж впоследствии за сына знаменитого в народе канджгалы бораншебия таким образом все потомки батыра оказались достойными славного имени своего отца честно следуя традициям своих героических предков старший сын жанвека дают батыр также впоследствии заслужил звание тархан потомками жанвек батыра являются выдающиеся казахи абрай алтн сарин ахмед байтур сынов мэржак дулата вот таким был великий казахский батыр шах шах жанвек но нельзя сказать что его имя сегодня оценено по достоинству да в костанае 2017 году был установлен памятник жанвек батыру в тургае действует музей открытый в 1993 году и где хранится легендарный фрагмент флага жанвек батыра одна из улиц столицы нашей родины города нурсултан носит имя жанвек батыра однако в целом имя жанвек батыра до сих пор неизвестно широкому кругу казахов и казахстанцев и потому я предлагаю включить имя жанвек батыра отдельной главой школьные учебники по истории казахстана именем батыра следует назвать не только улицы а целые районы и даже области кроме того почему бы не ввести в традицию празднование дня жанвек батыра и в этот день проводить состязания борцов акынов конные скачки ведь отважный тархан прославленный бий великий казахский батыр жанвек достоин этого всей своей жизнью в которой была только одна цель защита своего народа жанвек тархан сияқты казах елінің тарландар мен батырлары али де көп деп шығатына мен кәміл сенемін сондықтан да осындай батыр бабаларымыздың есімін өзіміздің жадымыздан жоғалтпайыр ағайыр көп жылдар көп жылдар қині өзіміздің жасты елінің бүйййыр 这ә қүшін қүшін деп шығаны қүшін қүшін жылдар қүшін деп шығаны қүшін қүшін Продолжение следует... 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 Продолжение следует...